Нелегким испытанием оказался первый учебный день для учеников Екатеринбургских школ. С самого утра и до двух часов дня в уральской столице лил дождь. Не абы какой, терпимый в обычные дни, но не тогда, когда у тебя в одной руке портфель, в другой букет цветов, на голове белый бант, а на ногах новые нарядные туфельки. Уже к десяти утра, а праздничные линейки раньше в этот раз и не назначались, улицы Екатеринбурга представляли из себя маленькие реки. Где-то маленькие, а где-то бурлящие водопады и гейзеры. Часть газонов начали обживать водоплавающие птицы. Это в самом центре города. На окраинах и спальных районах города, где расположено большинство школ, проблема дождя в день знания оказалась еще острее. Так, чтобы войти во двор 181-й школы в микрорайоне Краснолесье, не имеющем резиновых сапог детям и их родителям, последние метры перед калиткой приходилось преодолевать, что называется, постромки. К моменту возвращения с торжественной линейки водная преграда стала еще глубже, но на обратном пути хотя бы маячила перспектива скоро оказаться дома, согреть ноги и высушить обувь. С той же проблемой столкнулись и ученики 68-й Уралмашевской школы. Но добраться до школы и вернуться домой – это еще полбеды. Некоторым первоклассникам, как, например, в 25-й школе в поселке Мичуринском, под дождем пришлось отстоять и всю линейку. Увидели ли они что-нибудь и услышали ли из подогромных родительских зонтов пламенной речи учителей и старшеклассников? Вопрос. Впрочем, большинство школ с проблемой проведения линейки справились, перенеся их с улицы в актовые или спортивные залы. Но тут же возникла проблема с родителями, мечтавшими оказаться рядом со своими детьми в этот торжественный день. Чем помочь? Вы должны будем заниматься? Вы тут работаете! Такая перепалка между сотрудниками и лишенными праздника родителями произошла в 79-й школе в Академическом районе, где линейка проводилась в актовом зале. На этом фоне, пожалуй, лучший вариант организации Дня Знаний выбрали в школе номер 69, где, видимо, заранее посмотрели прогноз и сумели установить на стадионе шатры, вместившие всех шкалеров и учителей. Родителям, конечно, пришлось прятаться под зонтиками, но они хотя бы были рядом со своими первоклассниками. По закону подлости уже в два часа дня, когда все праздничные мероприятия закончились, прекратился и дождь, а завтра синоптики и вовсе обещают возвращение солнечной погоды, но зато этот День Знаний большинству детей, впервые сегодня севших за парты, заполнится надолго. А кто обещал, что школа – это легко? Тяжело в учении, как говорил Суворов.